всем привет с вами дмитрий урсул что же обновление 10.8 вышла буквально вчера многие ждали думали что даже будет 11 версия хотя так думают каждый год но все-таки вышло 10.8 и появилось довольно много чего правда много из этого уже было в лоджике для ipad когда он вышел но все таки теперь это дорулили пришло это к нам на наши маки и давайте в этом видео я вам покажу все основные нововведения вкратце про них расскажу и собственно покажу на примере как этим всем пользоваться и так мы сейчас на странице appstore где у нас собственно представлен logic как видите я уже обновился если вдруг у вас в обновлениях не появляется новая версия зайдите вот именно на страницу самой программы и возможно здесь будет кнопка обновить сможете нажать напомню что минимальное системное требование это ventura 13.5 версии ну либо соответственно санома если вы уже обновились у меня санома стоит вот поэтому я без проблем обновился как вы видите 18 часов назад вышло обновлением то есть самый свежак я уже успел поэкспериментировать но все-таки конечно некоторые инструменты требуют такого более детального погружения и возможно записи отдельного скорее всего курса потому что одним роликом не обойдешься так или иначе у нас появилось три основных таких новых инструмента скажем так хотя вот эти два это плагины аутбук инструментом у нас является вот этот третий и так давайте вкратце пройдемся это у нас мастеринг ассистент что-то типа того что есть в айзотопа зоны 10 и в 11 то есть это автоматический инструмент который анализирует ваш звук ваш трек и предлагает вам какие-то улучшения по частотному спектру по громкости по ширине стерео базы то есть такой самый вот базовый мастеринг процессор все в одном то есть очень классный инструмент о нем поговорим подробнее далее у нас есть битбрейкер это что-то типа гроз бита он также появился у нас изначально в лоджик для айпэда и вот перешел наконец-то к нам полноценную версию лоджика очень крутой инструмент тоже полезен для экспериментов ну и наверное один из таких вот супер нововведений этого лоджика и в плане инструментов это сэмпл алкими который выводит еще на больший уровень работу с сэмплами если у вас есть какие-то лупы ваншоты кита сэмплы чопы теперь с помощью инструмента можно создавать реально крутые синтезаторные звуки и синтез там основан именно на сэмпл бэйс синтезис это что-то типа wave table то есть когда у нас просто есть таблица волна форм но только эта таблица теперь здесь создается из конкретной записи с конкретного сэмпл это может быть ваш голос ваша гитара или какая-то там сэмпл из вашей библиотеки то что угодно вы можете превратить в музыкальный инструмент с помощью этого плагина из до остальных нововведений у нас здесь есть новые инструменты для мышки slip n и rotate я покажу как это работать в принципе функции слип и rotate в лоджике было давно я про не неоднократно рассказывал и в продвинутом курсе тоже про нее говорил но она была спрятана где-то там под капотом и не очень удобный с ней было работать теперь есть отдельный инструмент и мы его тоже рассмотрим для меня было тоже большим подарком появление 32 битного формата теперь многие все спрашивают я вот закидываю файлы мне прислали у меня все время конвертируется в 24 бита как от этого избавиться но вот к сожалению до этого logic всегда работал с 24 битными файлами внутри с именно самой сессии но теперь вы не только можете импортировать 32 битные файлы с плавающей запятой но и записывать я это тоже вам покажу также у нас появился новый набор патчи для собственно алхимии и в том числе для сэмпл алкими и также переработали некоторые интерфейсы некоторые иконки некоторые окошки то есть это мы сейчас с вами все посмотрим с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как это все выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем перед вами максимально подробный видеокурс состоящий из 12 частей которым в мельчайших деталях разобраны все возможности секвенсора лоджик про в теории и на практике каждая часть продвинутого курса лоджик про это отдельный мини курс посвященный тому или иному разделу или редактору внутри секвенсора поэтому можно смотреть в любом удобном порядке а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем лоджик про а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас серия курсов также доступна для подписчиков на бусте итак давайте посмотрим обновление 10 8 уже на практике ну начну я вот с тех самых изменений интерфейса чуть-чуть то есть например у нас вот здесь перерисовали кнопку открытия редактора вы раньше были ножницы теперь у нас здесь карандаш чуть-чуть перерисовали каждой иконке как вы видите вот если даже в микшер зайти вот здесь эти классические иконки перерисовали то есть они стали более ну такие симпатичные далее инструменты у нас теперь показываются зеленым цветом то есть плагины аудио плагин у нас остались синим а вот именно инструменты сделали зеленым сам для это очень логично странно что до этого дома додумались только сейчас очень многие путались когда вот у нас здесь например есть инструменты еще много-много плагинов даже чисто визуально не всегда понимаешь гено инструмент уже с опытом ты понимаешь что он где-то вверху вот здесь но по началу было не удобно теперь ты сразу видишь если зеленый цвет значит это относится к миди то есть теперь прям четкая градация у нас и миди регионы по умолчанию зеленого цвета и соответственно насти ри инструменты тоже зеленого цвета но и меди эффекта если мы все на припоставим они тоже зеленого цвета но как и раньше было то есть вот теперь эта логика полностью соблюдена все что у нас относится к софт и инструментом то есть комедии у нас теперь зеленого цвета а все что уже к audio относится к сигналу у нас становится синий а то есть у нас аудио лупость синего цвета по умолчанию и соответственно плагины audio которые обрабатывают у нас тоже синего цвета то есть тоже классная логика наконец-то это перри доработали и у нас переменилась окошко создание нового трека теперь здесь они вывели в отдельную категорию тип миди-трека, который создается, точнее, тип региона, который будет использован на миди-треке. Это либо классический миди-регион, как вот у меня здесь зеленый уже создан, либо это паттерн-регион, который мы редактируем в Step Sequencer. То есть, теперь заранее ты можешь определить, с чем ты будешь работать, и, соответственно, выбрать эту категорию региона заранее. Хотя, опять же, как бы, ну, ничего страшного, если ты выберешь не ту категорию, всегда можно потом создать нужный регион уже на самой дорожке. Ну, чисто визуально это, конечно, прикольнее выглядит и логичнее, что ты сразу можешь понять, с чего начать. Драмер насосался без изменений, и аудио-трек у нас вот сюда вправо ушел. То есть, вот такие у нас чисто визуальные нововведения. Также напомню, что я уже упомянул, что стоит обновить Sound Library, потому что добавилось там две категории для Sample Alchemy для того самого инструмента, то есть, его встроенная библиотека, и эта же библиотека используется и в самой Алхимии, то есть, в полноценном синтезаторе. И, то есть, можете вот сюда зайти и выбрать Download All Available Sounds, то есть, по-моему, просто докачает вам то, чего у вас не хватает в вашей библиотеке. Ну, либо можете открыть Library Manager и найти вот Alchemy Sounds, и найти дополнительные библиотеки именно для разных инструментов. То есть, вот здесь, например, у нас тоже есть дополнительные библиотеки для Алхимии. То есть, ну, как бы проще просто докачать эти звуки. Что ж, давайте из инструментов. Начнем с той самой Sample Alchemy. Вот у меня здесь уже есть созданный инструмент в ней. Я использовал обычный классический сэмпл. То есть, вообще, что такое Sample Alchemy? Еще раз повторюсь, это просто инструмент, который из вашего сэмпла, который вы в него закидываете, создает некий синтезированный движок, основываясь на вот этих вот режимах. У нас есть гранулярный режим, то есть, это разбитие сэмпла на гранулы. У нас есть аддитивный режим, когда подмешивается такой некий синтезаторный движок к исходному сэмплу. И спектральный, когда у нас сэмпл раскладывается на спектр частотный, и из определенных частотных вот этих вот отпечатков у нас формируется такое некое звучание в данный конкретный момент времени. То есть, за счет этого чуть-чуть меняются взаимодействия вот этого инструмента с сэмплом и вытягивание из него некоторой информации, которая потом преобразовывается в то звучание, которое выдает инструмент. На самом деле, это все еще идет из большой алхимии, то есть, из самого инструмента алхимия. Там есть тоже возможность добавлять сэмплы и использовать вот эти движки гранулярные, дитивный спектральный, но разработчики решили вытащить это как отдельный инструмент. Тоже действительно, для многих это будет крутым решением, потому что сейчас набирает популярность использования разных one-shot сэмплов, лупов, там сплайс у всех есть, у большинства есть и прочие другие там библиотеки сэмплов. И вот теперь из этих библиотеки сэмплов мы не просто можем играть этими звуками, которые они есть, а мы можем из них создавать абсолютно новые инструменты. Значит, у нас здесь есть четыре источника. Что такое источник? Это просто какая-то точка на волноформе в нашем сэмпле, который мы можем создавать как новые источники именно вот этих волноформ. У нас есть микшер, в котором мы можем варьировать громкость того или иного источника. И у нас есть пять режимов воспроизведения вот этих источников друг за другом. Сейчас я покажу, как каждый работает. Давайте послушаем вот то, что я сейчас сделал со своим инструментом. У меня здесь электрокарпеджио, это обычная гитара из вот этой библиотеки. Вот она. Ну, то есть просто обычный перебор гитарный. И вот, что я из него сделал с помощью Sample Alchemy. То есть, ну, довольно прикольный инструмент, который вот может это делать. Давайте я создам сейчас все-таки новый инструмент, чтобы более наглядно показать процесс взаимодействия с этим инструментом. То есть мы открываем Sample Alchemy. Мы либо можем использовать что-то из встроенной библиотеки. Здесь довольно много уже заготовленных патчей. Но можем для интереса просто любой сэмпл закинуть. Давайте возьмем что-нибудь из моей библиотеки. Допустим, не лупая, а возьмем какой-нибудь one-shot sample. Допустим, что-нибудь синтезаторное. Электрофоно. То есть у нас вот сэмпл просто здесь отображается. И сейчас у нас один включен источник. Если я буду играть... У меня там аккорды звучит. Поэтому мы по сути этим аккордом... Просто играем. Но я могу создать еще один источник. Например, B. C и D. То есть мы как-то просто расставляем. И у нас по сути эти четыре осциллятора будут просто воспроизводить в классическом режиме сэмпл от начала и до конца звучания сэмпла. Можно здесь варьировать playback speed. То есть для каждого источника мы можем... Сейчас оно играет как бы с обычной... Вот как звучит сэмпл. Но мы можем, например, где-то замедлить, ускорить. То есть вот таким образом работать и переключать различные режимы синтеза. Например, сейчас давайте я ставлю только A и просто посмотрим, как у нас варьируется звучание в зависимости от алгоритма. То есть в данном случае у нас гранулярный режим. Чем меньше вот эти гранулы, тем такой более высокочастотный звук становится. Можем переключить режим, например, в аддитивный. Уже подмешивается вот этот самый синтез. То есть мой аккорд уже превратился в такой как бы одиночный звук. И есть спектральный режим. Он просто как бы меняет спектр нашего сэмпла к более высокому, к более низкому. То есть опять же, здесь очень много возможностей для такой, скажем, импровизации. То есть здесь нельзя заранее предугадать результат. В принципе, это чисто для экспериментов. То есть можно до неузнаваемости изменить любой сэмпл. Это очень крутой инструмент. То есть в нем прям реально вот нужно прям в него погрузиться и просто получить какое-то уникальное звучание. Здесь, видите, еще есть разные режимы для вот каждого алгоритма. Соответственно, результат тоже будет разный. Но только вот гранулярным у нас есть один возможный вариант. Вот. Это что касается именно движка синтеза. То есть здесь у нас playback speed, ну, панорама, понятно, tune, то есть мы можем оттюнить каждый источник, чтобы, например, сейчас добавлю несколько, чтобы, например, A был на, там, 12 полутонов выше. Ну, то есть это классические настройки. Давайте посмотрим режимы, какие у нас здесь есть. У нас здесь есть режим классический, который мы сейчас посмотрели. Loop у нас оставляет только два осциллятора, два источника. И мы можем, как бы, делать такие некие циклы внутри вот нашего... Можно даже сделать. Также есть loop speed. Ну, то есть можно прям реально крутые вещи делать. Дальше. Scrub у нас опять включает четыре осциллятора. И он, как бы, делает такой некий скраб на месте точки, установленной, вот, где мы, откуда берем вот эту частичку сэмпла. То есть у него такое немножко биение такое происходит. Очень прикольно для пэдов. Можно здесь этот джиттер, скраб джиттер, причем для всех источников можно поменять сразу. То есть при нуля процентов он прям на месте стоит, а при ста процентах он чуть-чуть, как бы, задействует соседние части сэмпла. То есть можно реально прям круто делать, крутые звуки. Боу у нас работает как смычок, то есть как будто мы смычком играем по нашему сэмплу. тоже у нас здесь есть скорость. Соответственно, она может быть в синхроне с проектом, либо она может быть просто в герцах установлена. И последний арпеджиированный режим, который у нас просто как арпеджио переключает четыре вот этих источника. Скорость можно здесь установить. Далее у нас есть амп-энвелоп вверху ADSR, то есть я, например, могу эту атаку сделать чуть помягче. чуть-чуть B придвину, чтобы он не угасал. Тоже касается и режима, например, боу, то есть я могу сделать длинную атаку, длинный релиз и таким образом сделать что-то типа пэда. Инструмент прям для экспериментов то, что нужно вообще идеально. Ну, снайп у нас здесь, соответственно, может быть, если мы закидываемся лук, можно прям расставить вот эти осцилляторы четко по сетке, если нужно. И модуляционная матрица для того, чтобы что-то автоматизировать. То есть здесь любой параметр можно смодулировать с встроенными модуляторами. То есть здесь у нас есть классический MIDI-модулятор, это velocity, соответственно, как мы нажимаем клавишу, K-Follow, то есть где мы вверху или внизу, after-touch, есть pitch-band и модуэлл, то есть классические режимы. Также есть amp-энвилоп, мод-энвилоп, вот мод-энвилоп у нас здесь переключается, то есть я могу, например, мод-энвилоп назначить, берем мод-энвилоп и назначаем, например, на... так, нет, мы выбираем фильтр и вот сюда назначаем, допустим, мод-энвилоп. И вот теперь я могу еще настроить фильтр. Фильтр у нас может быть как глобальный, вот глобал, так и для конкретно выбранного источника. Давайте оставим на глобальном. Депт уберем сейчас поменьше и, соответственно, сустейн на ноль, то есть мы сейчас настроим фильтр, чтобы он как бы плавно открывался и плавно закрывался. Реально можно очень классные звуки использовать, еще экспериментировать с режимами, с типом синтеза и получаются абсолютно разные общезвуки. То есть вот из такого одного аккорда на электрофоно я сделал вот такой вот инструмент. Опять же, здесь, конечно, нужно прямо с ним разбираться, с ним сидеть, работать, но можно получить очень удивительные, неожиданные результаты. Что ж, давайте двигаться дальше. Следующим пунктом у нас идет наш инструмент, точнее, плагин, который называется Beatbreaker, то есть он у нас находится в Logic Multi Effects, добавился, то есть в категорию Beatbreaker. Что это он делает? Он как бы в реальном времени слушает, какой аудио на него приходит, то есть этот плагин может стоять как на аудиотреках, так и на медитреках, и в реальном времени раскладывает нам по времени некие изменения внутри этого звучания. То есть он у нас сейчас привязан к сетке, сетка у нас сейчас стоит четыре удара, то есть ровно так, то есть вот все, что здесь происходит, у нас длится один такт. Вот давайте я возьму, например, бас, у меня здесь вот такой есть фрагмент баса. И, соответственно, я могу делать такие некие варьирования, то есть у нас когда линия идет прямо, это значит, что у нас без изменений все воспроизводится. Но в какой-то момент я могу вот время, например, замедлить или остановить, или как-то изменить, сделать кривую, то есть я могу замедлить вот здесь. У нас будет звучать это так. Ну, давайте я даже буду в реальном времени держать ноту, чтобы было понятно, как это звучит. Здесь, например, сейчас мы даже ускорим, то есть сейчас просто что-нибудь здесь сделаем. можно разбирать, разбивать свой звук на какие-то определенные вот такие вот шаги. давайте попробуем еще на гитаре. У меня здесь есть такой вот луп. то есть мы можем здесь сделать повторы. Единственное, главное, чтобы цикл вот этого движения совпал, естественно, с самим материалом. То есть это лучше, наверное, показывать все-таки на чем-то таком длинном. Давайте я сейчас пропишу какой-нибудь просто аккорд длинный, чтобы было понятно именно, что происходит в этом инструменте. Так, подписал сюда, перенесем. То есть я сейчас сюда поставлю бит-брекер. Давайте здесь посмотрим. То есть у нас вот это время, оно у нас меняет скорость воспроизведения именно в данном моменте. То есть у нас сэмпл как бы делится и можно что-то замедлить, то есть какую-то еще курс делать, то есть как такое некое ускорение, то есть эффект пластинки, можно сказать. Двольным щелчком возвращаем обратно. Repeat у нас, ну, соответственно, делает repeat определенное повторение. То есть вот такой инструмент, который позволяет нам делать repeat, изменения во времени в конкретные доли. И, соответственно, вы можете, вот внизу здесь у нас есть заготовленные уже паттерны, то есть такие некие пресеты. Вы их можете редактировать, то есть можно поменять. Это как бы такая заранее подготовленная, чтобы вы могли в нужный момент переключать. Вы можете всегда любой поменять. То есть вы можете, тут очень большая коллекция разных вариантов, то есть есть всякие филы, повторы, питшифтеры. То есть тут очень большая коллекция, с ними можно тоже поэкспериментировать. То есть аналог вот винила, как будто Scratch на виниле. То есть, ну, как бы очень много всего у вас создано уже изначально. Вы просто можете сюда пачку этих пресетов загрузить и их просто переключать в реальном времени. То есть сюда это выведено просто для удобства. То есть вы могли во время воспроизведения звука просто что-то переключать и у вас менялся, соответственно, звук. Таким образом у нас взаимодействует этот инструмент с именно звуком, который приходит на него. Можно установить длительность, то есть не обязательно целый такт. Можно два такта поставить, четыре такта поставить или там полтакта. Там можно поставить кроссфейт, чтобы у нас не было щелчков и кликов в переходе между вот этими обрезками, скажем так. Подмешивание можно сделать. Ну, то есть, в принципе, инструмент довольно понятный. Единственное, что не всегда понятно, какой результат будет. Особенно если у вас, как вот было с гитарой, непостоянное звучание какое-то прерывистое. То есть оно в самом лупе прерывистое, еще здесь добавляется прерывистое. То есть заранее нельзя предугадать, какой будет результат. Ну, то есть, опять же, инструмент для экспериментов. То есть не то, что ты прям знаешь, что хочешь и как ты это получишь. Тут все-таки больше вот именно подстройки и каких-то неожиданных результатов получения. То есть очень тоже классный инструмент для обогащения звучания. Далее давайте рассмотрим Mastering Assistant. Если мы откроем микшер, у нас, вы увидите, здесь в самом низу появился такое поле мастеринг. Значит, мы не можем ничего после Mastering Assistant поставить. То есть он всегда будет последним плагином в цепочке. И как это работает? Нам нужно выделить циклом самую громкую часть песни, композиции. Но в данном случае у меня сейчас здесь просто одинаково идет луп. Поэтому здесь это неактуально. Но если у вас композиция уже готова и вы хотите сделать для него мастеринг, то рекомендуется выбрать именно самую насыщенную часть, где у вас и база звучит, и клавиши, и барабаны. То есть вот все, что у вас ранжировки есть по максимуму. Там 4 такта, 8 такта, неважно, просто выделяете и запускаете Mastering Assistant и он по выделенному циклу сразу сделает анализ. Давайте запустим. Вот он сейчас делает анализ по выбранному региону. И вот он мне предложил. То есть он мне... Давайте послушаем без него, что у меня было. Ну то есть вот такой просто зарисовка, бас, барабаны, гитара и синтезатор. И, соответственно, вот он мне проанализировал, и давайте посмотрим, что он нам предлагает. Я сейчас включу Loudness Compensation, потому что, конечно же, он еще и повышает громкость, так как все-таки это мастеринг, поэтому я сейчас включу, чтобы громкость резко не выросла. То есть что он сделал? Он, естественно, поднял частот, которые не хватает в общем спектре, вырезал всякие ненужные резонансы. Например, у меня очень много баса, ну просто потому, что бас гитары громко, бас-синтезатор громко стоял. То есть он его прибрал. Конечно, опять же, у меня здесь ничего не сведено, поэтому его работа здесь такая, ну может быть, чересчур агрессивная, потому что он прям видит много проблем в миксе. И если у вас уже будет сведенный трек, конечно, он здесь будет более точечно и четко подстраиваться. Но я просто показаю, здесь и разные характеры вот этой эквализации, то есть у нас здесь есть сатурация с подмешиванием, там Valve это у нас, соответственно, лампа, Clean просто чистый, Punch транзисторный, Transparent тоже такой чистый режим цифровой. Давайте посмотрим разные варианты, Мы можем включать-выключать, мы можем делать подмешивание, то есть как бы как будто у нас практически ничего не изменилось или прям изменилось, как он предлагает, или даже еще больше усилить то, что он предлагает. То есть, ну, классический вариант. Дальше у нас есть секция Dynamics, это, ну скажем так, финальная громкость, где мы можем добиться нужного нам значения. здесь также можно замерить громкость, которая у нас сейчас. У нас минус 14, но если мы, например, хотим сделать для площадок готовый, то есть минус 9, то мы можем просто добавить громкости. Я, опять же, включил Loudness Compensation, чтобы у нас не было именно взрыва громкости, чтобы мы именно услышали разницу. Также я рекомендую включать режим Excite, потому что он еще добавляет такой некой сатурации, такого микродисторшена в звук, что помогает сгладить вот это вот лимитирование, когда пики у нас срезаются. У многих профессиональных лимитеров есть эта функция. И также можно сделать пошире звучание, то есть мы видим, что у нас здесь корреляция довольно близка к единице, это значит, что у нас все очень близко к центру, и вот можно сделать как бы звучание пошире. Ну, на самом деле, очень классный инструмент. Конечно же, он, например, мне не заменит мою цепочку мастеринга полноценную с крутыми плагинами, но на самом деле это инструмент, которым я буду пользоваться для тех же самых демок. Если нужно быстро вывести, чтобы человек послушал на нормальной громкости с нормальным спектром частотным, без каких-то там резонансов и гудений и прочего, то, конечно, этот инструмент, он просто топовый. То есть, вот если вы хотите с кем-то поделиться, кому-то отправить демку, самому послушать, там, не знаю, на AirPods'ах или в машине послушать, то вот включив этот инструмент, даже если еще аранжировка не совсем доделана или трек еще не досведен, вы уже можете благодаря этому ассистенту получить финальный файл, уже достойный для звучания где-нибудь на бытовой аппаратуре, просто чтобы послушать вот в какой-то ситуации, потому что без него вы будете отвлекаться на грязный звук, на то, что как-то тихо все, то есть вы не будете слушать именно художественную составляющую, будете слушать техническую. А он помогает все-таки сделать такой быстрый мастеринг, то есть еще раз говорю, это не замена полноценному мастерингу, здесь все-таки у нас только три элемента, у нас здесь просто эквализация, у нас здесь есть динамика с небольшой сатурацией, ну, именно лимитирование, и просто стервер-ширение, то есть это такой самый прям базовый такой бытовой мастеринг, но очень круто, что все здесь реализовано в одном плагине, очень классный интерфейс, по умолчанию стоит трупиковое лимитирование минус один, то, что сейчас является стандартом для всех цифровых площадок, то есть, ну, по сути, это реально прям очень крутой инструмент для тех, кто не хочет прям погружаться в мастеринг процесс, но хочет послушать свою композицию вот в таком законченном виде, то есть очень классный инструмент, прям рекомендую его попробовать на своих треках, тем более, что он очень простой, то есть я вам сейчас по сути его весь показал, весь рассказал, как им пользоваться. Соответственно, байпэс мы можем вот с включением loudness compensation послушать, что он вообще делает, то есть не отвлекаясь на громкость, на разницу громкости, мы можем услышать, как звук стал более ярким, может быть, по динамике чуть более сжатым из-за увеличения лимитирования и по, соответственно, ширине более широким, если мы добавляли спред и таким образом понять, что же он сделал. То есть очень крутой инструмент, прям реально, я сам им буду пользоваться, как я уже сказал, именно в демках, то есть если кому-то что-то отправить, послушать, это прям классно и круто, что они его сделали, вот именно, что он у нас автоматически встает в цепочке и, соответственно, с ним можно работать, то есть, ну его здесь, видите, можно перемещать, до него стоят еще какие-то плагины там, чтобы он как-то лучше работал, но по умолчанию он у нас всегда в конце стоит, естественно, рекомендуется его именно в конце и оставлять, хотя здесь все-таки гибкость есть, что у нас есть возможность его перемещать, что, кстати, тоже довольно здорово, если мы хотим какой-то анализатор еще в конце поставить свой, после уже мастеринга, то мы можем, соответственно, это сделать, поставить свой плагин, так что тоже очень круто реализовано. Давайте поговорим уже о более мелких нововведениях, также из больших нововведений, ну из таких важных нововведений у нас новый инструмент для мышки, то есть у нас появился Sleep Tool и Rotate Tool, что это такое? Sleep Tool позволяет нам, скажем так, внутри региона передвигать информацию относительно, скажем так, таймлайна, то есть давайте посмотрим на примере вот этого гитарного лупа, вот у меня есть гитарный луп, вот допустим, я здесь вот разрезаю этот регион и как бы внутри вот этого региона у нас, представьте, что полноценный регион еще присутствует, и я могу с помощью вот этого инструмента Sleep его сдвигать, то есть вот, я просто двигаю и как бы проматываю, что у меня слева и справа там осталось, то есть я, например, могу вот эти два удара сюда же таким образом быстро скопировать, то есть это удобнее, чем постоянно резать, что-то менять туда-сюда, передвигать, потому что я могу быстро поэкспериментировать, я хочу вот эту часть аудиофайла здесь воспроизвести, или, например, самую конечную, то есть мы вот обычным классическим копированием мы раньше это делали, то есть обрезали концовку, переносили сюда, слушали, подходит, не подходит, возвращали обратно и так далее, ну это очень много лишних действий, здесь ты сразу нарезал то место, которое ты хочешь с ним поэкспериментировать, он вдруг может не подходит, то есть в лупе, например, бывает часто там три аккорда совпадает, а четвертый не подходит, ну то есть он просто сделан по-другому, ну то есть сдвигая таким образом, и вот таким образом я могу вообще поменять этот луп до неузнаваемости, как он был, то есть что-то там из конца взять здесь, например, что-то из середины взять, ну то есть таким образом вот можно прям взаимодействовать и поменять луп, прям вот не отходя, скажем так, от отсюда, то есть не используя никакой регион, просто вот туда-сюда двигать, и то же самое работает и с меди, естественно, то есть вы можете также нарезать регионы, и второй инструмент, который называется Rotate Tool, он уже как бы, скажем, зацикливает вот это сдвигание, то есть у нас Sleep Tool, он просто от границы до границы двигает у нас, то есть вот я могу от начала и до конца промотать наш регион, и поставить, и оставить ту часть, которую я хочу вот здесь в этих рамках оставить, чтобы она звучала, а луп, он как бы у нас цикл делает на вот этом нашем регионе, и мы можем вообще там, скажем так, бесконечно его двигать туда-сюда, то есть вот я прям двигаю, 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 прям вот такую рулетку, можно какой-то хаотичный режим, например, выбрать, но хотя этот режим больше, конечно, актуален для меди-информации, но зато для аудио вы можете сразу взять что-то из конца, вот как здесь вы видите, чертой у нас показывает, что регион начинается как бы с самого начала, и таким образом пошел как бы играть конец. То есть вот видите, можно таким образом прям видоизменять звучание региона, то же самое, как я уже сказал, работает и с меди, то есть я тоже могу меди вот так вот сдвигать, то есть в режиме лупа он как бы просто сдвигается, вы можете ну попробовать разные гармонии, есть у вас разная гармония написана в каждом такте, вы можете такторы разделить и гармонии просто передвигать туда-сюда, то есть у вас один аккорд, второй импер поставить в начало, первый потом, потом четвертый, третий, ну то есть таким образом варьировать, это гораздо удобнее, чем просто резать регионы, их туда-сюда двигать, то есть все можно оставлять сами регионы на местах, а вот контент внутри регионов уже сдвигать, то есть это такой новый подход, еще раз напомню, он был и раньше, то есть у нас были эти режимы в edit, то есть здесь был режим у нас вот slip left, slip right, right, left, rotate right, то есть оно всегда было вот здесь, но это было неудобно, то есть это либо через горячие клавиши и не всегда наглядно, то есть надо было устанавливать значение, например, там по четвертям, что у нас будет он двигать, и теперь разработчики просто вывели это в отдельные инструменты, где ты чисто движением руки, уже не ориентируясь там на четверти, сдвигаешься на полчетверти, ты просто вот уже используя режим snap, в данном случае smart у меня, ты просто можешь сдвигать в нужное количество, в нужную сторону эти регионы, то есть очень удобный инструмент, здорово, что они это сделали. Ну и вкратце, давайте еще посмотрим остальные улучшения, как я уже сказал, у нас появилось 32-битный формат записи, то есть мы здесь зайдем в recording, в settings recording, мы можем установить глобальную настройку, что отныне logic у нас будет всегда писать 32-битный формат вейф файлов, это очень здорово, конечно у вас должен интерфейс поддерживать этот формат записи, потому что не все аудиоинтерфейсы поддерживают 32-битный формат оцифровывания звука, поэтому проверьте, что ваш интерфейс поддерживает, но если поддерживает, то вы можете работать теперь с 32-битным форматом, и в нем есть свои преимущества, например, там если клипинг происходит, вы всегда можете громкость понизить, и у вас этот клип, он не будет как дисторшн, а он у вас превратится в обычную волну, то есть там много нюансов, можете почитать поподробнее по 32-битным аудио, это реально очень классный тип записи звука, но проблема в том, что это, конечно, увеличивает размер файлов, то есть у вас должно быть достаточно места на жестком диске, чтобы работать с этим форматом, ну и, конечно же, увеличивать нагрузку на процессор, естественно, то есть у нас теперь есть полноценная поддержка 32-бит, плюс добавили также улучшенную поддержку MIDI 2.0, хотя пока MIDI 2.0 используется, ну не совсем сказать на полную катушку, многие пока еще не совсем используют этот стандарт, но так или иначе, MIDI 2.0 теперь оброс новыми подкапотными функциями в движке Logic и гораздо лучше взаимодействует с разными внешними устройствами и так далее по протоколу MIDI 2.0, то есть прямо сейчас разработчики заявляют, что Logic сейчас, наверное, на рынке самый-самый-самый подходящий под формат 2.0 MIDI, ну, поверим им на слово, как говорится. И по поводу драмер, теперь у нас драмер регионы доступны не только на драмер треке, это очень важно, если раньше у нас была всегда привязка к драмер треку, я, например, если создавал какой-то пустой софтвер трек, то при перетаскивании с драмер трека нашего региона, он у меня автоматически конвертировался в MIDI, теперь вы видите, у меня он остается как драмер, но при этом сюда на дорожку с... на вот эту дорожку в качестве инструмента я могу поставить абсолютно любой плагин, я могу, например, поставить сюда, допустим, контакт, и в нем я могу, например, загрузить в любую библиотеку, тоже барабанщик, например, вот, эти с драмер, давайте возьмем лайт, и теперь, используя барабаны контактовские, я могу использовать драмер со всеми его возможностями, со всеми его плюсами. то есть вот таким образом легко можно поменять библиотеку, не переводя в миди, а используя все возможности драмера. Единственное, только, конечно, нужно будет настроить, возможно, у некоторых инструментов сторонних не совпадает мэппинг, то есть, например, нота, которую выдает драмер, не совпадает с той нотой, которую принимает инструмент, ну, например, для снейра, для бочки, для каких-то перкуссий, но, как правило, любой инструмент позволяет это настроить, то есть в ВКонтакте, например, есть прям options, где мы можем настроить под каждый источник, под каждый инструмент свою ноту, то есть, и, соответственно, можно подстроить, чтобы все правильно воспроизводилось, то есть, вам нужно будет на слух понять, правильно ли у вас играть, неправильно, но, так или иначе, теперь можно использовать драмер для того, чтобы играть на сторонних установках, это может быть изи-драмер, это может быть супериор-драмер, контактерские барабанщики, то есть, любой, и при этом остается возможность использовать регионы, плюс, также можно создавать на обычных софтвер-инструмент-треках новые Drummer Region, вы можете здесь кликать, создать Create Drummer Region, то есть вы можете прямо вот на обычном софтер-инструмент треке создать Drummer Region и уже его открывая вы можете выбрать здесь барабанщика вы можете использовать все возможности самого редактора Drummer, но при этом у вас в качестве инструмента будет стоять сторонняя ударная установка, то есть это очень удобно, очень прям раскрывает возможность, потому что раньше приходилось все это конвертировать в MIDI сперва на встроенных в Logic барабанах, ну конечно можно было на дорожке с Drummer тоже поменять установку барабанную, но она могла поменяться, когда вы меняли барабанщика то есть это очень неудобно, теперь у нас нет этой жесткой привязки к Drummer Track у нас есть просто Drummer Region, просто софтвер-инструмент треки и мы можем их комбинировать, то есть да, мы можем использовать Drummer Track в классическом виде, как мы всегда его использовали а можем использовать обычный софтвер-трек с использованием Drummer Region и Drummer редактора, но при этом использовать сторонние библиотеки с барабанами что ж, вот такое у нас получилось обновление, все основные фишки мы с вами рассмотрели я лично очень доволен а кстати, еще забыл обновили встроенный автотюн для тех, кто прям пользуется у нас есть в Logic свой автотюн, он долгое время выглядел очень таким страшненьким теперь Pitch Correction если мы откроем он теперь выглядит у нас по-новому тоже очень классное дополнение то есть все фишки автотюна здесь присутствуют и как вы видите, интерфейс перерисовали и при этом у него очень маленькая ну, насколько это возможно, задержка и по поводу задержки, кстати, тоже наконец-то Apple признали, разработчики лодок признали свою ошибку точнее, свои вот эти вот пробелы по компенсации задержки потому что очень многие сталкиваются особенно, кто работает со сторонними сложными плагинами что не всегда достойно компенсируется задержка то есть микро какие-то сдвиги все равно есть и надо прям конкретные сдвиги если поставить какой-нибудь RX плагин например, там контроль и дыхание то если еще поставить при этом Melodyne, например, дорожку там просто дорожка уходит из синхрона там на 500 миллисекунд то есть ты прям слышишь, как она запаздывает то есть это никуда не годилось если использовать какие-то сложные маршрутизации сайдчейновые тоже там были с задержками проблемы все, теперь они это поправили говорят, что прям переработали вот этот движок компенсации задержки и соответственно ну теперь с задержками все должно быть лучше гораздо то есть вот тот же, например, автотюн теперь, видите, он там какую-то минимальную задержку вносит но можно попробовать все-таки им даже в реальном времени если у вас проект не очень загружен воспользоваться то есть не используя сторонние автотюны там классические автотюны или от Slay Digital или от Waves то есть можно пробовать вот его и, соответственно, здесь все настройки у нас также присутствуют классического автотюна выбор тональности выбор лада или вручную выбрать нужные ноты можно тут байпас включить Global Tuning Detune можно даже сделать глобальный если нужно подстроить ну и, конечно же, скорость классического для автотюн эффекта ну, в общем, очень-очень-очень здорово что они переработали этот плагин потому что многие им пользуются по началу но он выглядел, конечно, очень устаревшим и движок тоже был устаревший здесь все-таки чуть его подшаманили что ж вот такое получилось обновление 10.8 скачивайте обязательно устанавливайте если ваша система поддерживает обновление и пробуйте на практике потому что, как я уже показал вот эти все инструменты, которые появились они действительно способствуют творчеству и вот эти улучшения которые у нас добавились просто в микро-моментах тоже способствуют улучшению работы в секвенсоре ну, то есть, как бы конечно, многие ожидали также еще доработки браузера этого, к сожалению, не случилось то есть более продвинутого браузера лупов у нас не пришло но, возможно, это оставили на следующую версию лоджик там 10.9 который может через год выйдет а может через два хотя сейчас цикл у нас идет двухлетний потому что 10.7 вышло аж два года назад в октябре 21-го года сейчас у нас ноябрь 23-го года вышел в 10.8 поэтому, возможно, нам придется пару лет еще подождать до 10.9 но уверен, что разработчики сейчас будут дорабатывать с минорными обновлениями именно восьмую версию и, возможно, что-то еще добавят что-то прикрутят что-то обновят в последующих минорных обновлениях поэтому следим за новостями следим за обновлениями обязательно подписывайтесь на канал Logic ProHelp на YouTube чтобы не пропускать новости из мира Logic здесь выходят стандартные ролики каждую неделю каждое воскресенье именно по работе с Logic так и по работе со сторонними разными плагинами какими-то фишками и эффектами также вот выходят обзоры обновлений когда они случаются и много чего еще нового интересного вас ждет на нашем канале поэтому ставьте колокольчик оставайтесь на связи с вами был Дмитрий Урсул всем успехов в освоении нового Logic'а увидимся с вами в следующих видео всем пока